Плата за ЖКУ, ямы на дорогах, незаконное размещение рекламы. На еженедельном совещании в администрации обсудили актуальные вопросы, которые накопились с 14 по 20 февраля. Всего за отчетный период от жителей округа поступило около тысячи обращений. Портал Добродел по-прежнему лидирует. Через него горожане отправляют уже больше половины заявлений. Самыми частыми в этот раз стали жалобы на оплату отопления. Несмотря на теплую зиму, сумма в квитанциях не уменьшилась. Это нужно точно, четко людям объяснить. Также вместе с директором ЕИРС, пусть принимает тоже участие, приглашайте нашу коллегу вместе с вами, чтобы давали разъяснение людям. Потому что так это непонятно. Я понимаю, жители о чем мне говорят. К этому коллеге нужно очень внимательно подойти. Продолжительное время по количеству обращений лидирует микрорайон Клязьма-Сторбеева. В администрации это объясняют тем, что территория у него большая, а жилой фонд сложный. В ЖК «Солнечная система», например, продолжают вводить в эксплуатацию новые дома. И зачастую новоселы обращаются со старыми вопросами. Несмотря на это, в целом тенденция положительная. Количество повторных обращений уменьшается. Вот очень важная статистика. У нас в два раза с прошлым годом упали жалобы. Я правильно понимаю? Я, знаете, даже сам удивился и переспрашивал коллег. Также на совещании выслушали доклады представителей промышленно-инвестиционного сектора городского округа. Они подвели итоги за 2019 год и отчитались о планах на 2020. В частности, в Химках ожидается появление около 1700 новых рабочих мест. Посвятили время и обсуждению праздника Масленицы. В ближайшие выходные в парках Химок пройдут народные гуляния с концертами, играми, спортивными соревнованиями и традиционным сожжением чучела.